Здравствуйте, участники муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Сейчас мы с вами проверим задания и правильный вариант ответа к ним. Итак, модуль 1. Теоретические задания. Задание 1. Ниже приведены топографические знаки. Определите и напишите значение данных знаков. Итак, правильные варианты ответа. Первый знак обозначает метрологическую станцию. Второй знак – будки трансформаторные. Третий знак – памятник. Четвертый знак – дом лесника. Пятый знак – колодец. Критерии оценивания данного задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. При этом за каждое совпадение в ответе начисляется по 4 балла. При отсутствии правильных и неуказанных ответов баллы не начисляются. Задание 2. Запомните таблицу, ставив соответствующие цифрам первого столбца пропущенные в тексте слова, словосочетания. Правила противопожарного режима Российской Федерации. Итак, пропущенные слова. Первый. Пожарной безопасности. Цифра 2. Объектов защиты. Третий. Признаков горения. Четвертый. Эвакуации. Пятый. Здоровье. Критерии оценивания данного задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. При этом за каждое совпадение в ответе начисляется по 5 баллов. При отсутствии правильных и неуказанных ответов баллы не начисляются. Задание 3. По картинке туристического узла определить его название и написать, для чего он предназначен. Ответ запишите в таблицу. Итак, правильный вариант ответа. Первый. Стречный узел. Данный узел предназначен для соединения двух веревок, равных по диаметру. Второй узел. Булень. Для крепления веревки, как к опоре, либо к карабину. Стремя. Предназначен для крепления к карабину, либо другой опоре. Также может использоваться для опоры, для ног, при подъеме. Четвертый. Проводник. Применяют при прикреплении веревочной петли к чему-либо. Пятый. Шкотовый. В качестве страховочного узла, препятствующего свободному прохождению веревки, через крепежные элементы. Критерии оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. При этом за каждое совпадение названия в ответе начисляется по 3 балла. За каждое совпадение предназначения начисляется по 2 балла. При отсутствии правильных и неуказанных ответов баллы не начисляются. Задание 4. Укажите правильный порядок неполной сборки элементов автомата Калашникова и дайте название каждого из его частей по картинке. Итак, правильные варианты ответа. 1. Возвратный механизм соответствует цифре 4. Затвор – цифра 2. Финал – цифра 7. Газовая трубка – цифра 1. Магазин – цифра 8. Шомпол – цифра 6. Затворная рама с затвором – цифра 3. Крышка ствольной коробки – цифра 5. Критерии оценивания данного задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов. При этом за каждое совпадение названия в ответе начисляется по 3 балла. За каждое совпадение порядка начисляется по 2 балла. При отсутствии правильных и неуказанных ответов баллы не начисляются. Задание 5. По изображениям государственных наград определите название награды. Ответ запишите в таблицу. Итак, правильные варианты ответа. Первому ордену соответствует буква В. Орден за воинские заслуги. Второму ордену соответствует буква В. Орден мужества. Третьему ордену соответствует буква А. Орден Святого Георгия. И четвертому ордену соответствует буква Г. Орден почета. Критерии оценивания данного задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 28 баллов. При этом за каждое совпадение названия в ответе начисляется по 7 баллов. При отсутствии правильных и неуказанных ответов баллы не начисляются. Задание 6. По картинке противогаза установите наименование его составных частей. Ответ запишите в таблицу. Итак, правильные варианты ответа. В цифре 1 соответствует буква А. В цифре 2 соответствует буква В. Фильтрующая, поглощающая коробка. В цифре 3 соответствует буква В. Узел клапана вдоха. В цифре 4 соответствует буква Г. Узел клапана выдоха. В цифре 5 соответствует буква Д. Переговорное устройство Цифре 6 соответствует буква Е Обтюратор Цифре 7 соответствует буква Ж Наголовник Цифре 8 соответствует буква З Лобная лямка Цифре 9 соответствует буква И Бесочные лямки Цифре 10 соответствует буква К Щечные лямки Цифре 11 соответствует буква Л Пряжки Критерии оценивания данного задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 22 балла. При этом за каждое совпадение названия в ответе начисляется 2 балла. При отсутствии правильных и неуказанных ответов баллы не начисляются. Модуль 2. Тестовое задание. Первый вопрос. Состояние, при котором у человека временно снижается работоспособность, называется? Правильный вариант ответа под буквой В – утомлением. Второй вопрос. В какой сфере интересов России относятся сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны? Правильный вариант ответа под буквой Г – духовный. Третий вопрос. Закон о пожарной безопасности обязывает граждан. Выберите все подходящие варианты. Правильный вариант ответа. 1. А. Соблюдать требования пожарной безопасности. Правильный вариант ответа под буквой В – иметь в помещениях и строениях, находящихся в их пользовании, первичные средства тушения, пожаров и противопожарный инвентарь. Правильный вариант ответа под буквой В – при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану. Правильный вариант ответа под буквой Д – оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. И правильный вариант ответа под буквой Е – выполнять предписание, постановление и иные законные требования должностных лиц Государственного пожарного надзора. Четвертый вопрос. Что является основным законом государства и имеет высшую юридическую силу? Правильный вариант ответа под буквой В – Конституция Российской Федерации. Пятый вопрос. Как называется идеология насилия, связанная с устрашением населения или в виде форм противоправных насильственных действий относительно органов власти? Правильный вариант ответа под буквой В – терроризм. Шестой вопрос. Что относится к опасностям и угрозам внешнего характера, которые могут нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации? Продолжение следует... Седьмой вопрос. В каком базовом документе отражен порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности? Правильный вариант ответа под буквой В – стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Восьмой вопрос. Какие понятия определяет закон об обороне? Правильный вариант ответа. Буква А – военное положение. Буква В – гражданская оборона. Буква В – состояние войны. Какого уровня в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не существует? Правильный вариант ответа в девятом вопросе под буквой Д – государственного. Десятый вопрос. Какие правила используют для определения площади ожога? Правильный вариант ответа под буквой А – ладони. И правильный вариант ответа под буквой В – девяток. Одиннадцатый вопрос. Что не относится к видам пожарной охраны? Выберите все подходящие варианты. Правильный вариант ответа под буквой В – инспекция по пожарной охране. И правильный вариант ответа под буквой Г – надзорная пожарная охрана. Двенадцатый вопрос. Какие действия необходимо предпринять при пожаре в общественном месте? Выберите все подходящие варианты. Правильные варианты ответа под буквой А – находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить маршрут движения к выходу. Правильный вариант ответа под буквой В – при загорании одежды ни в коем случае не бегать. Это способствует усилению пламени. И правильный вариант ответа под буквой Г – если сбросить горящую одежду не удается, накинуть на горящего человека плотную ткань, пальто, покрывало и т.д., оставив его голову открытой, чтобы он не задохнулся от продуктов горения. Двенадцатый вопрос. Что нельзя делать при пожаре в кабине лифта? Правильный вариант ответа под буквой А – если лифт движется, нужно остановить его. Правильный вариант ответа под буквой В – при возгорании в кабине или шахте лифта необходимо немедленно сообщить об этом родителям. Четырнадцатый вопрос. Что нужно сделать, если вы попали в водоворот? Правильный вариант ответа под буквой В – нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. Пятнадцатый вопрос. Что входит в обязанности руководителя контртеррористической операции? Выберите все подходящие варианты. Правильный вариант ответа под буквой А – определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба. И правильный вариант ответа под буквой В – отдает распоряжение оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по проведению контртеррористической операции. Шестнадцатый вопрос. Как называется система мероприятий по подготовке к защите и подзащите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций? Правильный вариант ответа под буквой В – гражданской обороны. Семнадцатый вопрос. Какие режимы купания являются наиболее приемными? Правильный вариант ответа под буквой Г. Верны все варианты ответов. Восемнадцатый вопрос. Что нельзя делать, если во время купания судорогой свело руки или ноги? Выберите все подходящие варианты. Правильный вариант ответа под буквой А – плыть на животе. И правильный вариант ответа под буквой В. При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро расслабить. Девятнадцатый вопрос. По каким признакам можно определить прочность льда? Выберите правильные варианты. Правильный вариант ответа под буквой В. В местах впадения в озеро, реку, ручьев, речек обычно образуется наиболее тонкий лед. Правильный вариант ответа под буквой Г. На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий. Двадцатый вопрос. Спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделении Федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательное формирование и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны, в специальном формировании называются правильный вариант ответа под буквой А. Силы гражданской обороны. Критерии оценивания. Максимальная оценка 20 баллов. За каждый правильный ответ начисляется по одному баллу. Если в ответе предполагается множественный выбор, то назначается 1 балл при условии полного правильного ответа. Если ответ неполный, то баллы не начисляются. Максимальное количество баллов за теоретический тур 150 баллов.